И я пришел к выводам, что вода, прошедшая через обратный осмос, это наилучшая вода для употребления современного человека, который живет в городской среде. Давайте развеем распространенные мифы о воде, которая прошла очистку обратным осмосом. Миф, что эта вода мертвая. Под мертвой водой многие подразумевают воду без минералов. Вода после обратного осмоса становится не без минералов, а слабо минерализированной. Это не недостаток обратного осмоса, это его преимущество. Дело в том, что обратный осмос убивает и удаляет бактерии, вирусы, так же как и тяжелые металлы, радионуклиды, органические и неорганические соединения и взвеси. Это преимущество. И в процессе очистки, конечно, удаляются минеральные вещества, которые, будьте внимательны, входят в категорию неорганических загрязнителей. Дело в том, что мы получаем все минеральные вещества с пищей, свежими фруктами, овощами, мясом, птицей, орехами, молочными продуктами, но мы не можем их получать только из воды. Для тех, кто думает через воду восполнять суточную норму минералов, полезно просто взять калькулятор и посчитать. Смотрите, содержание минеральных веществ в воде настолько скудно, что, например, вам нужно выпить 676 стаканов воды с под крана, чтобы получить рекомендованную дневную норму кальция. Вам придется выпить 1848 стаканов воды, чтобы получить дневную норму магния. Вам нужно выпить 848 стаканов для получения дневной нормы железа. И самое интересное, вам потребуется 168960 стаканов для получения дневной нормы фосфора. Даже думать о том, чтобы выпить столько воды – полное сумасшествие. Большинство людей не может выпить даже рекомендованные 8 стаканов воды в день. А вы знаете, что военно-морской флот США использует дистиллированную воду для употребления в течение 50 лет? Эта питьевая вода содержит обычно менее 3 мг на литр, то есть ее солесодержание всего лишь 3 мг на литр. 50 лет – это достаточно длительный период для проверки воды с низким содержанием солей. А мы с вами говорим о воде, которая прошла обратно в осмос. Это не 3 мг на литр, это от 20 до 100 мг на литр. Таким образом, выводы о вреде воды с низким содержанием солей – лишь миф, который не выдерживает никакой критики. Так что пейте воду, прошедшую через обратный осмос, а минералы получайте с пищей. Это наиболее оптимальный и безопасный способ очистки воды для людей, которые живут в городе.